всем привет с вами кекс и сегодня я делаю самый простой крем для тортика это йогуртовый крем его очень активно используют летом потому что он более легкий чем просто сливочный в принципе хорошо держит форму и объемно смотрится в тортике смотрите я много сахара ложить не буду я буду использовать здесь сливки йогурт и сахар и желатин в принципе это все что мне нужно в этом креме вы ложите сахар по своему вкусу в зависимости от того сладкий либо не сладкий у вас йогурт если вот у меня здесь на 400 грамм сливок я положила три таких внутри с горкой столовой ложки сахара и немножечко ванильного сахара даже не 4 ложки я положила можно положить 4 с горкой это тоже будет нормально но опять таки у меня просто попался именно сладкий йогурт йогурта я беру по количеству в полтора два раза больше чем сливок то бишь у меня сливок было 400 грамм я взяла йогурта 700 700 там 30 700 700 чем-то грамм там чуть-чуть потом я замочила желатин 10 грамм желатина я замочила в 50-60 грамм водички дала ему минут 20 набухнуть и теперь когда я уже взбила сливки таких до плотного состояния смотрите не перебейте начинаю тонкой струйкой вливать йогурт сюда и дальше взбиваю то есть сливки соединяться с йогуртом и будут превращаться в более пышную массу как раз этим временем я растопила в микроволновке желатин можно это сделать и на паровой бане как вам нравится включая на более большую скорость миксер и тоненькая струйка влила желатин теперь хочу это дело все по взбивать несколько минут буквально там минут три наверное нужно по взбивать это придаст более легкую воздушную консистенцию крема вы видите он еще мягкий но в том же том же дело что он не плывет он такой мягкий но не плывучий и потом он как бы у вас немножечко еще схватиться за счет желатина в холодильнике вот такой вот он крем легкий и воздушный похож на взбитой сливки сливки кстати у меня 40 процентной жирности вот можно использовать сливки 33 процента жирности но тогда советую добавить них может загуститель или просто воспользоваться сливками которые вы уже доверяете покажу также кусочек как я складывала этот тортик я думаю это уже здесь не принципиально у меня здесь обычная бисквитные коржи в принципе могу ссылочку на свой бисквит оставить в описании это мой классический бисквит который я пеку обязательно я все бисквиты пропитываю это в обязательном порядке чтобы у нас тортик не был сухой только в принципе в америке любят сухие коржи кушать с растительными сливками а у нас любят важные вот собирать тортик удобнее всего в кольце все-таки чтобы крем хорошо сохранял свою высоту во время того как он будет застывать я такой хороший слой крема лажу и теперь я сюда буду добавлять бананы с апельсином апельсин у меня здесь филированный и бананчик кубиком порезанный просто разбросаю апельсин с бананом по этому крему это довольно легкий летний тортик самый обычный самый простой и я думаю не требует никаких серьезных времени затрат то есть здесь легкий йогуртовый крем который делается за пару минут здесь легкий бисквит который также печется очень быстро единственно дать ему постоять и фрукты все очень просто и быстро делается если считать что это тортик на скорую руку то он очень вкусный также поверху я еще немножечко закладываю своим кремом во первых потому что его много получилось у меня для этого тортика тортик у меня здесь диаметром где-то 22 сантиметра вот а крема получилось довольно много хватит я думаю на тортик и 26 и 28 поэтому смотрите сами также пропитываю снизу и следующий корж и сверху и точно также повторяю еще один раз с фруктами совсем как положено сейчас еще покажу в разрезе как у меня тортик получился фотографировали моего правда уже на второй день этот тортик отдавала девочки вроде как простой домашний тортик вот но ей было очень приятно сказал что потом очень всем понравилось вот этот тортик вы видите большая такая прослойка крема он как суфле на вкус очень вкусный нежный летний и воздушный обязательно попробуйте с вами был кекс до новых встреч пока пока